Слава нашему Господу! Я приветствую вас, дорогие друзья, любовью Иисуса Христа. Я благодарю Бога за эту возможность вместе с вами быть пред Его лицом. Слава Господу! Слава Господу! Мы с вами оказались в самом центре Божьей жизни, и всех Божьих интересов. Небесный Отец имеет возлюбленного Сына, и Его сердце им переполнено. Ну, а мы, как невеста Иисуса Христа, мы тоже являемся Божьими детьми. Слава Богу! И поэтому мы тоже оказались в самом центре Божьей жизни, и всех Божьих интересов. И вопрос нашего спасения для Небесного Отца стоял на первом месте. И ради этой цели Он решился отдать самое дорогое, что у Него было, Своего возлюбленного Сына. Сердце Небесного Отца было нами переполнено, когда еще нас не было. Иисус Агнец, заклонный прежде создания мира. Слава Господу! То есть, Небесный Отец хорошо знал, какими мы будем, как поступим, но Он желал нас спасти. Этот вопрос был для Него важнее всего. И вот Сын Божий согласился прийти в этот мир и взять Твою и Мою вину на Себя. Слава Господу! Стать Моим и Твоим Спасителем. Слава Богу! Мне хотелось бы сказать, что мы счастливы с вами. Я хочу сказать, что сегодня Он оказал нам великую честь быть Его детьми, Его семьей, быть невестой, Его возлюбленного Сына, быть телом Иисуса Храницы, Христа. Он начал Своё служение прежде создания мира. Его сердце переполнилось нами. И Он пришёл в этот мир, чтобы стать самым лучшим Твоим и Моим другом. Слава Господу! Он стал самым верным другом, потому что Он ничего не пожалел. Он положил то, что Своё за Тебя и за Меня. Слава Ему! Я думаю, что это счастье и радость. Быть любимыми, быть драгоценными. Небесный Отец, отдав самое дорогое, Он доказал, что Ты драгоценен сегодня в Его глазах. Аллилуйя Ему! Мне хочется сказать, что Он оказал нам великую честь быть Его верными свидетелями. Помните, когда наши братья Иисус воскрес, братья-апостолы радовались, они даже между собой уже решили, кто сядет по правую руку, когда Иисус сядет на престоле, кто сядет по левую руку, и они спрашивают, не все ли время, Господи, Ты восстанавливаешь это Царство Израиля. Но что сказал Иисус? Не Ваше дело знать, времена или сроки. А дальше говорит, Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. А для чего? Чтобы продолжить Его служение, которое стало дороже жизни для нашего Господа. И будете мне свидетелями от Иерусалима и до края земли. Слава Богу! Вала Богу нашим! Я хочу сказать, это великая честь представлять небо небесного Отца, Его Царства. Но кто может представлять, кто может быть самым верным свидетелем спасением, тому, что Он есть Бог нашего спасения, кто может стать самым верным свидетелем нашему спасителю, тому, кто души своей не пожалел для тебя и для меня. Это только может церковь, Его невеста. Она никто, как никто знает Его, Его Любовь. Она им приближена в самое Его сердце. Она знает Его, знает Его сердце. Она носит Его здесь, будучи Его храмом, носит в своем сердце Его, как самое большое сокровище. Она стала Его сокровищем, а Он стал ее сокровищем. Слава Господу! И вот только она может стать самым верным свидетелем, которая познала Его и Его любовь. И она может, может, имея Его в себе, может, как тело Его, понести Его, а Он через нее, Он хочет являть себя, свою славу, могущество. Он хочет, чтобы каждый, встречая этих верных свидетелей, но каждый мог встретиться с Ним, потому что она носит Его в себе. она знает Его, и она получила такую великую честь представлять Его здесь на земле. Слава Господу! Я хочу сказать сегодня, когда Он близко, эти Его шаги уже слышны по всей земле. Что должна делать церковь? до встречи с Ним – это то заветное ее желание, потому что встретившись, она сочетается и навсегда уже будет с Ним. Она ждет этот радостный, прекрасный момент, но наставил ей такое великое поручение – идти до края земли, представлять Его. Он наставил ей поручение продолжать Его служение, и когда Он придет, результат этого Его служения будет зависеть от церкви. Насколько мы осознаем эту свою ответственность, насколько это станет для нас важным – это дело всей Его жизни. Он придет сюда, в вашу страну, и церковь будет Его встречать, и Он захочет посмотреть результат, плод. Помните, Иоанна 15 глава, Иисус говорит, что Он это прекрасная лоза, которую Отец насадил с прекрасной такой целью получить плод. А зачем нужен этот плод? Этот плод покажет, что это цель и смысл для твоей и моей жизни, которая от Него является самой чудесной, самой прекрасной, лозы, что Он захотел, чтобы мы были счастливы и вечность проводили с Ним и с Его возлюбленным Сыном. Слава Господу! Благодарю! Но Отец Небесный захотел не прямо от лозы получить этот плод, который бы соответствовал всем качествам этой прекрасной лозы, но Он захотел это получить через веточку. Это через тебя и меня. И посмотрите, этот плод, результат, который прославить должен насадившего, полностью зависит от тебя и от меня. Если эта веточка вдруг будет занята собой, и что-то из этих сил или жизни или соков этой лозы что-то потратит на себя и и не направит в плод, то этот плод уже не будет соответствовать всем качествам лозы. И вот сегодня мне хотелось бы вместе с вами осознать ту ответственность. Я хочу сказать, это стать Божьей славой, если мы подобно нашему возлюбленному жениху ничего не пожалеем для него и ради него, ради его тела, если цель всей его жизни станет и твоей и моей целью, и если мы подобно ему будем готовы душу свою положить, чтобы его тело увенчалось успехом, чтобы те, за кого он положил свою душу, они были спасены. И вот ваша страна, и какой плод получит наш Господь, зависит от церкви, от того, как она осознает свою ответственность, и насколько она посвятив, сделает или выполнит порученные им. Мы ответственны там, в России. Но вместе мы ответственны, чтобы тело Божье процветало в каждой стране, в каждом городе, в каждом селении. Первое, с чего церкви нужно начать, это стать в пролом. Из Икиля, 22, 2 глава, 30 стих. Там помните, Господь за отступление идет наказать свой народ и их землю. Но Он не только судья праведный, Он и любящий Отец. И говорит, искал я у них человека, который бы построил стену, стал в проломе за сию землю, чтобы я не наказал ее. Но с сожалением Господь говорит, и не нашел. Представьте, целая страна, и если Он находит одно единственное сердце, наполненное любовью и состраданием, которое решится встать в пролом, Он может помиловать целую страну, целый народ и их землю. Он получит, как уже любящий Отец, законное право помиловать. Помилует ли Господь вашу землю, вашу страну, зависит от церкви. Помилует ли Господь Россию, это зависит от церкви, как она решится, будучи наполненной любовью к Нему, стать в этот пролом. сегодня Господь хочет употребить тебя, меня. Помните, в Израиле была маленькая девочка, она была пленницей, рабыней. Но она была не просто верующей, она Господа сделала своим Господом. Он ее Господь, ее сердце переполнено им, и она не может о нем не говорить, она не может промолчать. Она переполнена, и поэтому она с терзновением объявляет своему господину язычнику, что если бы только он решился пойти в ее землю, то он получит исцеление от проказы. И посмотрите, Бог не стыдится такого малого свидетеля. Может в глазах людей то, что она говорила, как бы ничто. Можно ли серьезно принимать речь маленькой девочки, но ее речь была такой, что ее господин язычник решил послушать и пойти. Слава Господу! Помните, когда он пришел к царю, он стоял над Божьим народом. Кажется, он должен был знать Господа больше, чем эта маленькая девочка. Но когда Неман пришел к нему, тот раздирает свои одежды, у него истерика, но Бог не постыдился этой маленькой девочке, не постыдился ее святительству и делает все так, как она сказала. У нее не было и тени сомнения, что Бог может не послушать или не послушать этого язычника и не сделать то, зачем он пришел в ее землю. Она говорит, а Бог подтверждает ее свидетельство делом. И Господь хочет, чтобы все узнали, пусть это малое дитя, но это верный его свидетель. Это та драгоценность, которая есть у Господа. Слава Богу! Сегодня Господь здесь. Сегодня Он видит твое и мое сердце. Сегодня Он остается тем же Спасителем и Господом. Я скажу, я, может, здесь и об этом говорил в прошлый раз, но я еще раз хочу это свидетельство рассказать. Когда в одном поселке на севере наши братья пришли и стали проповедовать, прибежала пожилая женщина вся в слезах и она сказала такие слова братьям, где же вы были так долго и рассказала, что пять с половиной лет с этого момента у нее муж умер от водки, а сыну, которому было двадцать семь, запивался сын ее и она верит, что она потеряет и его и она а у нее никого больше нет родных на земле она давай со слезами молиться и пришел сам Иисус поговорил, утешил, сына освободил от пьянства и сказал я пришлю сюда своих детей мы пришли через пять с половиной лет а он не мог удержаться он остается все тем же добрым пастырем и каждая душа драгоценна для него и он не может удержаться мы можем быть заняты собой мы можем забыть о главном а он не может забыть слишком дорога цена которую он заплатил за каждого из живущих и сегодня невеста Иисуса Христа его ценности стали ее ценностями то что так важно для него стало и ей так же важно она она не может претендовать на покой она не может претендовать на удобство привилегии она готова с ним разделить все потому что ее сердце переполнено им ее сердце не может претендовать на этот покой пока последний крестник не будет спасен потому что ее возлюбленный близко его шаги уже слышны и сегодня она она готова пойти до края земли разделив с ним все она не может позволить себе уподобиться как бывает в жизни недобросовестные родственники знают что на человека есть завещание и он мог бы проводить такую достойную жизнь но не скрывают это от него и церковь не может уподобиться она является самым верным его свидетелем она им переполнена и она хочет хочет выполнить порученные помолимся Бог благословен Господи он он